Привет народ, вот и новости Project Zomboid. Не было меня месяца, о чем я кстати писал в сообществах ютуба, в телеграме, в дискорде, но многие все равно этого не заметили, так что вот да, я на месяц уезжал. И за все это время вышло аж целых три блога разработчика. Я хотел собрать всю информацию в одну кучу, рассортировать ее и предоставить, но он понял, что это будет немножко некорректно, и поэтому рассмотрим все блоги отдельно. Грустно конечно, что за это время не вышел 42 билд, но посмотреть все равно есть на что. Самый первый блог от 8 июня. Первая информация для верстаков из новой системы крафта. Верстаки, кстати не уточняются все или только некоторые, будут иметь запчасти, и также окно замены поврежденных запчастей или добавления новых. Так что при помощи этой менюшки мы скорее всего сможем улучшать верстаки, естественно обслуживать, но довольно интересная механика, главное чтобы это не было слишком душно. Следующее нам показывают видео улучшения пользовательского интерфейса. Но вот интерфейса там половина, а остальное довольно-таки полезные механики, так что смотрим. Теперь вы можете прочитать рецепт посадки на обратной стороне семян. Недавно прочитанная литература будет отмечаться зеленым. Возьмите лопатку или вилу в основную руку. Через правую кнопку мыши посмотрите на плитку, которую хотите вскопать. Нажмите Е, чтобы вскопать. Если вы ошибочно вскопали не ту клетку, сделайте все то же самое и закопайте все назад. Чтобы посадить семена, возьмите их в основную руку. Через правую кнопку мыши прицелитесь на нужную грядку и нажмите Е. Теперь сразу можно сажать некоторые овощи и травы. Теперь информацию о растениях можно увидеть, если навести на них курсор. Собирать урожай точно так же, наводишься на него правой кнопкой мыши и нажимаешь Е. Некоторые культуры можно собирать несколько раз. Ну и следующее видео ускорено рост новых растений. Все помнят, что разработчики увеличивают карту, но существующие все так же не забывают. Вы посмотрите, как они улучшили старую церковь и вдохнули в нее новую жизнь. На экране разработчики нам показывают новые виды одежды. Тут можно заметить форму сват, новых офицеров и обычные шляпки. И последнее. В ютубе появилось видео от фаната Project Zomboid, где он повставлял кадры из старых новостей или фильмов и добавил озвучку искусственного интеллекта. То бишь он сделал новости Project Zomboid в реальной жизни. В этих новостях пересказывается лор игры и также оживлены многие ситуации, которые происходили в стране. Честно сказать, видео сделано очень круто. Я даже сразу не понял, что это озвучивает искусственный интеллект. Если кому интересно, напишите. Также попробую переозвучить это видео при помощи нейросетей. Мог бы вставить сюда, но не хочу забивать эфир. Оно слишком длинное. И на этом первые новости закончились. Переходим к следующим. Новости от 22 июня. Тут они более душные, более неинтересные. Рассматривать тут особо нечего. Из основного разработчик подчеркивает, насколько новая система крафтов и новая система верстаков вместе с системой интерфейса будут полезны для игры. Что это как огромная песочница для самих разработчиков, так и для мадоделов. Что на ее основе могут сделать все, что угодно. Что эта система дает возможность взаимодействовать со многими элементами игры. И показывают в видео пример, что можно сделать при помощи этой системы. И вот теперь торговый автомат принимает деньги. Можно выбрать напиток. При помощи ключа можно его открыть и выбрать какой напиток куда положить и выбрать ему цену. А теперь посмотрим на автомат с закусками. В отличии от автомата с газировками, тут уже на буквах убираешь, что тебе надо. Прикольно то, что он даже с анимацией выпадает. Но выглядит он уже даже получше. Тут даже так же можно поставить газировку, тут даже можно поставить патроны, хоть оружие, хоть инструмент, что угодно. Но это в отличии от автомата с газировкой, будет видно, что ты покупаешь. Так что довольно интересный инструмент. И по поводу автоматов скажу. Это не то, что будет в обновлении игры. Это пример. Следующее, над чем работают разработчики, это интеграция дискорда в Project. Звучит как-то страшно, но это пойдет на благо РП сервера. Например, это поможет администрации, не заходя в игру, отправлять команды, отправлять сообщения в глобальный чат или писать что-то игрокам. И напоследок, разработчики работают над своим менеджером модов, чтобы ими можно было спокойно управлять и наставить сторонние программы, и над настройками песочницы. Полируют фермерство, которое показывали в прошлом блоге, показывают новые шляпки и новые локации. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, хорошую работу проделали разработчики, локации довольно красивые, мне понравились. И вот теперь переходим к последним новостям, которые вышли пару дней назад. Новости от 6 июля. Разработчики вновь затрагивают тему улучшения своего игрового движка. Сюда войдет добавление подвалов, добавление новых этажей до 32, новая система освещения и, естественно, оптимизация. И оптимизация заключается в том, что обработка сцены будет не по тайлам, а по некоторым частям. Будут использоваться кусочки карты 8х8 тайлов. Игра его просчитает, сохранит в кэш и будет использовать, как обычный кусочек, но если на нем будет что-то изменяться, то тогда он будет просчитываться заново. Ну и как было показано в видео о примерах от разработчиков, у них огромное количество FPS. Естественно, они говорят, что это может отличаться на итоговой версии игры. Ну и видео, которое на фоне, это новая система освещения. Но это видео нам показывали уже давно. Ну а теперь самое интересное в этих новостях. Благодаря новой обработке сцены, поле зрения игрока будет выглядеть намного качественнее. Что показано в этом видео. Как обычно, разработчики говорят, что это примеры, и это все будет дорабатываться. Но даже сейчас это выглядит уже интересно. Все это выглядит плавно, без квадрата, в отличие от нынешней версии игры. Это все может выглядеть слишком ярким, но не забываем, когда в игре заходим в здание, накладывается фильтр, что вокруг здания все становится более темным. Так что разработчики будут работать над этим эффектом и доводить его до ума. Но, так же как они и говорят, можно будет сделать это скорее всего в настройках игры и сделать так, как тебе удобно. Следующее нам показывает расширение карты. Можно увидеть, что сбоку у нас появился огромный такой кусок. Этот кусочек, кстати, есть и сейчас. Его можно найти на картах, но он будет практически пустой. Ну, в принципе, как я и видео показывал, что появился новый город, но там практически ничего нет. Дальше у нас это новые настройки песочницы. Первое, что можно отметить, они не выглядят такими пугающими, они более скомпонованные. Если снизу нажать галочку, то некоторые параметры можно будет настроить с процентной вероятностью, про что нам говорили разработчики ранее. Ну и так же появилась поисковая строка, что в принципе удобно. Дальше нам показывают новое меню модов. Тут теперь появится так же строка поиска, можно будет добавить вызбранное, выбирать моды, которые тебе надо, посмотреть ссылки, дополнительных материалов для модов, посмотреть скриншоты модов. Это очень удобно и наконец-то это есть. Поправлюсь, наконец-то это будет. И напоследок. Помните, раньше разработчики показывали видео со звуками персонажей. А именно вздохи, крики, охи персонажей. Ну вот теперь новые звуки. Вначале нам демонстрируют мужского персонажа, а потом уже женского. Кратко посмотрим видео. Субтитры делал DimaTorzok 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 В общем, про все это скажу, что звучит прикольно. Игра становится более объемной и живой, но скорее всего я с этой озвучкой все равно играть не буду. Мне как-то она не заходит. Не ложится у меня проект и озвучка персонажей. Как-то так. Надеюсь, вам понравилось. Большое спасибо, что дождались и посмотрели это видео. До новых встреч.